День детских организаций День детских организаций День детских организаций Они участвовали в субботниках, помогали в борьбе с детской беспризорностью По ликвидации неграмотности Позднее объединения пионеров появились и в школах Там создавались кружки юных стрелков, санитаров, связистов Проводились военно-спортивные игры В годы войны пионеры помогали семьям фронтовиков Собирали лекарственные травы, металлолом, средства на танковые колонны Работали на уборке урожая Пионеры, бывшие октябрята, будущие комсомольцы Они хотели стать достойным продолжателем дела Ленина В пионерскую организацию принимали школьников в возрасте от 9 до 14 лет Прием осуществлялся индивидуально Открытым голосованием на сборе пионерского отряда Торжественную клятву пионера произносил каждый ученик Я Юный пионер Юный пионер Союза Советских Социалистических Республик Союза Советских Социалистических Республик Перед лицом своих товарищей обещаю Перед лицом своих товарищей обещаю что буду твердо стоять за дело Ленина, за победу коммунизма, обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины. Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, отрядные флажки, горн и барабан. В школе и в классах пионерами выпускались и вывешивались дружинные и отрядные стенгазеты. На призыв «Будь готов!» отвечали «Всегда готов!». Тамара Инвировна, в который раз уже Ваши ученики принимали участие в проведении Дня детских организаций в этом году? Наша школа уже существует 6 лет, вот 6 лет подряд мы участвуем в этом мероприятии. Для Вас сегодня, что значит этот день? Ну, это, конечно, память детства, день пионерии, праздник. Во-вторых, мне кажется, этот парад для детей очень важен, потому что они могут себя показать, себя проявить, посмотреть на других. То есть, в принципе, они принимают участие с большим удовольствием в параде. То есть, в принципе, это праздник. А для детей что означает этот день? Этот день нам очень нравится. Какие эмоции Вы испытываете, когда проходите по городскому кольцу? Мы испытываем радостные эмоции. Также это уверенность в себе, уважение ко всем ближним. И то, что Вы можете показать, да? Да, конечно. Тамара Ингеровна, Ваша студия, танцевальная студия уже существует 6 лет. Сколько детей на сегодняшний день и какого возраста в ней занимаются? На сегодняшний день у нас уже больше 150 человек занимаются. Дети различного возраста, это от 3 лет самые малыши, наша группа Baby, до 15 лет. А какие направления Вы преподаете и какие из них пользуются наибольшим спросом сегодня? Ну, основой школы танца лежит классическая хореография. Это работа у станка. Это азбука хореографии. Если есть знания у ребенка классической хореографии, он сможет выучить любое направление. Также мы изучаем в нашей школе и современную хореографию, эстрадную. У нас есть уроки акробатики, растяжки. Большое уделяем внимание. Вот такие вот направления. То есть пытаемся как бы разнообразить не только классику, да, дать детям, но чтобы они, выходя уже с нашей школы, имели разноплановую возможность проявить себя в хореографии. А как часто проходят Ваши уроки и какие они по продолжительности? Все зависит от возраста, потому что самые маленькие малыши и подготовительные группы, они занимаются два раза в неделю. Те же малыши с трех лет у нас занятия проходят в игровой форме. То есть, чтобы дети научились любить танец, постепенно становимся уже серьезнее относиться. Чем становятся старше детки, тем мы, конечно, строже с ним уже в дисциплине. И время занятий увеличивается. С какими эмоциями Вы выступаете на показательных выступлениях в спортивных соревнованиях? Ну, я детей, конечно, настраиваю на самые позитивные эмоции. У нас есть актерское мастерство, где мы учимся каждому номеру, мы подходим творческим подходом. То есть, они понимают, о чем они танцуют. И, конечно, я думаю, что это нравится спортсменам и зрителям. То есть, помимо пластики, еще и мимика, и немаловажную роль играет в танце, да? У нас есть фрагменты выступлений Ваших детей. Давайте посмотрим. Открыл, оставляй мне небоскребы, но в жизни дай сон, но ты попробуй верить в том, что сбудется мечта. Музыка 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 Мы увидели красивые действительно номера и синхронные движения. Катя, а как давно вы занимаетесь танцами и почему пришли именно в школу танца? Мы занимаемся уже практически 6 лет. Пришла я на танцы, ну, меня привела мама, и я ее очень просила, потому что я очень хотела пойти на танцы. Мне очень нравится танцевать, мне нравится растягиваться, делать акробатику. Ну, еще я вообще очень люблю танцы, потому что моя мама занималась танцами, я хотела быть как она. Но все еще впереди. Ну, да. Настя, а какое значение имеют танцы в вашей жизни? В нашей жизни танцы имеют большое значение. Это как и наше самовыражение, так и физическая подготовка. Мы имеем наши чувства, мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. Это наше дело, мы выбрали это, чтобы мы занимались именно танцами. Нам это нравится. Сколько времени, своего времени вы посвящаете танцам, и сколько планируете в дальнейшем этому уделять внимание? Мы уделяем достаточно много времени танцам. Мы хотим заниматься в том же духе, чтобы все получалось, чтобы мы выступали на концертах или на конкурсах, и получали только первые места. А не отвлекают ли танцы от занятий в школе? Какова успеваемость? Как вы совмещаете? Ну, получают. Мы успеваем делать и то, и то. Стараемся, конечно. Если что, наш педагог Тамара Инверовна нам поможет, поддержит, и у нас все обязательно получится. То есть в школе проблем никаких нет? Нет. Это самое главное, что одно дополняет другое. В каких мероприятиях вы участвовали в Крыму и Севастополе? Мы участвовали в движении в мечте, открытые страницы, навстречу добру. Также мы участвовали в благотворительных концертах, также в международных, спортивных, в городских концертах. Тамара Инверовна, мы видим ваши кубки, награды. Расскажите о них. Ну, вот в этом году, как бы, самые главные наши достижения стали, это гран-при мы взяли на конкурсе «Движение в мечте». Также мы взяли в городе Ялте, проходил международный конкурс «Открытые страницы». Проводит его творческий союз «Триумф», город Санкт-Петербург. Они сюда приезжали, проводили, там мы взяли два первых места. И совсем недавно проходил городской конкурс «Вдохновение», который проводит городской центр социальных и спортивных программ города Севастополя. Там наши ученики в трех возрастных категориях взяли все первые места. И гала-концерт этого мероприятия будет проходить 8 июня на Ленина 25. То есть уже большие достижения за такой непродолжительный срок вашей жизни. Помимо танцев, участвуете ли вы в спортивно-массовых мероприятиях с показательными программами? Конечно, участвую. В каких и где? Например, дзюдо, самбо, карате, теннис, волейбол, баскетбол. У вас такие красивые, яркие танцевальные костюмы. Вы их покупаете или шьете на заказ? Шьем на заказ, да. У нас есть наш модельер, Тамара, наверное, придумывает танец, придумывает к нему костюмы и шьет. А есть ли у вас любимые номера? Конечно, да, есть. А какие? Например, у меня любимые мои номера – это «Огонь», «Мечта». И мы сейчас занимаемся постановкой одного танца. Мне он тоже очень нравится. У него очень красивые костюмы на заготовке. Тамара Инверовна, действительно, с удовольствием смотрим на ваших учениц. Как часто и в каких мероприятиях принимают участие они? И насколько плотный ваш график выступлений? Очень плотный график. Бывает такое, что за два дня, за день нам звонят, приглашают на какое-нибудь соревнование, на какое-нибудь мероприятие города. Мы обязательно соглашаемся везде участвовать. То есть на 9 мая мы участвовали и в Гагаринском районе для ветеранов. В Кипсе проходил мероприятие. И в Ленинском районе было, в кинотеатре «Москва» тоже мероприятие для ветеранов. А также на площади возле Вечного огня 7 мая мы принимали участие. То есть такой плотный был график. На все праздники 8 мая, 23 февраля были офицерские звездочки. Очень интересный концерт проходил, посвященный этому празднику. То есть плотно очень. Мы знаем, что итоговый концерт у вас еще впереди. Где и когда он будет проходить? Он будет проходить 11 июня в Севастопольском центре культуры и искусства Ленина 25 в 11.00 начало. Вход будет для всех желающих свободный. Так что приходите, мы ждем. И какие же планы на выездные конкурсы? В следующем году у нас, конечно, большие планы. Мы хотим поехать в Анапу, в город-герой Санкт-Петербург, в город-герой Москва. То есть приглашений очень много. Приглашений очень много. Мы будем принимать решения, смотреть финансовую сторону этих вопросов и уже планировать. Для многих заинтересовавшихся, как можно записаться в вашу школу? У нас будет проходить набор в середине августа. То есть школу танца «Ультрамарин» можно будет найти в социальных сетях наши контакты, наши телефоны. Мы находимся на Остряково-119, а также вторая база у нас у Остряково-192. То есть по двум адресам можно будет подойти или прозвонить уже. У нас будет проходить в следующем году отбор. Мы будем отбирать деток по принципу мягкость, гибкость, внешний вид, фигура обязательно. То есть будет проходить отбор. Достаточно жесткие требования. Ну что ж, время нашей передачи «Стекло» вам и всему вашему коллективу желаем творческих успехов, ярких и зрелищных выступлений, а также быть украшением спортивно-массовых мероприятий города. Спасибо большое. Говорили о школе танца Тамары Арутюнян. На этом мы ставим точку. Эфир информационного канала «Севастополь» продолжается. Значимые темы еще впереди. Оставайтесь с нами. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!